Все наши беды от того, что мы денег считать не умеем и цену себе не знаем. Но кто мог подумать, что за футболиста Заварова 5 миллионов долларов дадут. Ну хорошо, доллар это не рубль, но тоже деньги все-таки рубль. А что если махнуть туда всю высшую лигу вместе с тренерами, массажистами, Валерием Васильевичем Лобановским, какие-то деньжесёры. Но украшу и не в рублях, фунтах, стерлингах, фунты тоже не рубль. Тоже деньги-таки жужжу. А что если весь гомс-комспорт им туда в аренду отдать? Да мы не будем знать, куда эти фунты доллара девать. Мы ими торговать будем. Фунт рублей — доллар. И почему только спортсменов, сколько у нас замечательных и совершенно ненужных нам умов. В одной Москве только 600 тысяч учёных. Нам столько надо. Ну мы половиной не обойдёмся, а половину продать. Как почему половину? А в колхоз кто ездить будет, интересно? И почему только учёных, а изобретатели? У нас же их миллионы. Все как один ненужный. Не работают, а только изобретают. Где же на них на всех напасёшься? А почему бы не поступить по-хозяйски, отправить их всех на экспорт? Или обменять на мыло. И почему только изобретатели во всём мире сейчас колоссальный спрос на менеджера. Менеджер знаете, что такое? Менеджер — это у них там так натярьство называется. А у нас с этим перебор. У нас их 18 миллионов. Правда, доллары за нашего натярьника вряд ли дадут. Если за каждого по килограмму сахара, это же сумасшедшие деньги. Да мало ли ещё кого можно продать. Рубщиков мяса, например. Пускай едут туда, где есть чего рубить. Или врачей оставить лечащих, а участковых на экспорт. Все наши беды от того, что мы денег считать не умеем. И цену себе не знаем. Продаем, главное, газ и нефть. Забывай, что самое дорогое у нас — это люди. АПЛОДИСМЕНТЫ